В Казани засверкал блеск самоцветов. Выставка под таким названием открылась в галерее современного искусства. В экспозиции авторские ювелирные изделия, а также уникальные самоцветы, камнями которых уже не найти в природе, восхищалась Маргарита Петрова. Высоко в горах в Дагестане раскинуло село Кубачи. Оно известно со средних веков своим блестящим в прямом смысле слова промыслом. Стенки кубачинских чаш очень тонкие, а их орнаменты напоминают танцы народов Кавказа. На выставку приехали художники из разных уголков страны. И удивить готов каждый. Например, головой медузы Горгона из аквамарина. Автор – инженер-судомеханик Юрий Дробаха. Его захватывала и керамика, и резьба по дереву, а последние 40 лет – душа мастера с ювелирным искусством. Первопричиной стала нумизматика. Находил на берегу, на отвалах Херсонеса, и приходилось их саму реставрировать. А я требовал, как раз, затащил какие-то маленькие гвоздики, делал какие-то инструменты и потихонечку что-то резал, вычищал. Большую часть своей коллекции художник подарил Эрмитажу, а что-то вмонтировал в кольца. Вот, например, образцы времен грозного хана Узбека. Рядом с авторскими украшениями и редкие минералы. Это камень-хранитель семейного чага. Семья, в которой есть амазонит, это крепкая семья. У них хорошие послушные дети, и мама с папой любят друг друга. В коллекции питерского объединения «Мир камня» больше 300 минералов со всего мира. А вот чараид от реки Чара в Сибири уже не найти. Его месторождение было открыто в советское время и быстро выработано. Восхититься блеску самоцветов казанцы могут только до воскресенья. Маргарита Петрова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.